Виртуальный мир не так безопасен, как кажется на первый взгляд. Каждую секунду человеку что-то или кто-то угрожает. Зачастую это становится наваждением. Сознание балансирует на грани помешательства, а пульс зашкаливает за 150. Со всех сторон в виртуальной вселенной за нами наблюдают плотоядные глаза. Из каждого темного угла тянутся мерзкие щупальца. За каждым поворотом поджидают убийственные пули. Есть ли выход из этого кошмара? Да, нужно быть предельно осторожным. Мы представляем вам самые страшные стороны виртуального мира. Вы переживете самые шокирующие мгновения компьютерной вселенной. Вы поймете, что видеоигры – это не игрушка. Это самое настоящее отражение темной стороны человека. В эфире страшно интересная десятка самых кровожадных вампиров виртуального мира. В ближайшие полчаса вам будет страшно и интересно. В этом выпуске мы расскажем вам о десяти самых кровожадных вампирах цифровой вселенной. Они обитают в разных уголках виртуального мира. Выглядят по-разному. Говорят на различных языках. Но всех их объединяет одна страсть – жажда крови. Человек для них – всего лишь сосуд, заполненный живым соком, вкус которого не сравнится ни с каким другим деликатесом. Первая встреча с вампом запомнилась Рейдену на всю жизнь. Трупы спецназовцев, словно разбросанные по полу куклы в нереальных позах, устилали пол заводского цеха. Из перегрызенных глоток солдат сочилась еще теплая кровь. Багровая жидкость покрывала полы стены, словно сам сатана устроил здесь пир. Над всем этим хаосом возвышалась фигура человекоподобного существа, впившегося в шею одного из несчастных солдат. Было видно, с каким наслаждением он утоляет свою жажду крови. Это был вамп, член румынской террористической группы «Дети свободы». Будучи внешне похож на человека, он являлся настоящим монстром. Многочисленные нано-машины, вживленные в его тело, заживляли даже смертельные для обычных людей раны, делая вампа практически бессмертным. Нечеловеческая физическая сила, скорость движений, отточенное искусство владения ножом помогали расправляться не с одним десятком противников. В тот злополучный день Рейден на себе мог почувствовать, какие они – клыки и ледяное дыхание безжалостного маньяка. Но судьба была благосклонна к парню. Правда, она еще не раз сводила вампа и помощника Солид Снэйка. И только через пять лет, после первой памятной встречи, Рейден все-таки смог лишить жизни кровавого вампира. «Вамп» из серии «Метал Гир Солид» шагнул на самую нижнюю. Десятую ступеньку хит-парада страшных вампиров. В империи Тамриэль, как и в любом другом мире, хватало болезней. Жители страдали и от легких недугов, и от неизлечимых заболеваний. Но одна из них – порфирик гемофилия – была самой страшной. Тот, кто заражался этой болезнью, становился безумным вампиром, мечтающим лишь о том, как бы осушить очередную пинту крови. Теряя день от дня человеческий облик, несчастный перерождался в отвратительное чудовище. Жажда крови, превратившаяся в манию, полностью заполняла его сознанием. Бездомные нищие, знатные вельможи, обычные горожане, мирно спящие в своих домах. Жертвой монстра мог стать кто угодно. Единственный способ избавить общество от вампиров – банальное их истребление. Но полное сопротивление болезням и невероятная сила делали этих гадов практически неуязвимыми. И даже прямые солнечные лучи были сомнительным подспорьем в борьбе с этими тварями. Вампиры из Обливиона обитают на девятом месте нашего рейтинга. Чтобы попасть в самое сердце Карпатских гор, необходимо было пройти сквозь густой Трансильванский лес. За ним путнику открывался потрясающий и вместе с тем зловещий пейзаж. Над окутанными дымкой лесами, под полной луной, в небо высоко вздымался силуэт старого замка, мрачного и величественного. Хозяином замка был никто иной, как граф Дракул. Согласно легенде, он был бессмертен и возрождался каждое столетие, чтобы вновь сеять ужас, смерть и хаос на грешной земле. И лишь отважные представители клана Бельмонда могли положить конец его дьявольским козням. В разные эпохи Дракула использовал тела талантливых военных, художников и других незаурядных личностей. Всех их объединяла лютая обида на мир, в свое время несправедливо обошедшийся с ним. Дракула и его многочисленные реинкарнации из Косильвании обеспечили ему восьмое место в нашем хип-параде. Сделаем паузу, чтобы перевести дух. После рекламы вы познакомитесь с хранителем колонны баланса, побываете в горах Румынии, увидите воочию ночь возмездия и узнаете, что под обликом мирной водяной нимфы или дриады может скрываться настоящее чудовище. Это страшно интересная десятка самых кровожадных вампиров виртуального мира. После рекламы вам вновь будет страшно и интересно. Только сумасшедшие романтики могут считать темную ночь предметом восхищения. Адекватные же люди видят в этом времени суток отпечаток смерти. Именно ночью, особенно в виртуальной вселенной, мир обнажает свое самое страшное и ужасное естество. Мы продолжаем знакомить вас с самыми кровожадными вампирами цифровой вселенной. Однажды странствующий отпрыск дворянского рода Каин заглянул на постоялый двор одного заштатного города королевства Виллендорф. Бездушные хозяева выгнали его в ночь, прямо в лапы банды наймитов, посланных за его жизнью. В жестоком бою Каин погиб. Но за порогом смерти он заключил сделку, и началась его новая жизнь. Жизнь вампира. Каин стал тем избранным, которому предстояло вернуть колонны баланса древним вампирам и спасти тем самым мир Носгод. И он с яростным усердием принялся за свою страшную миссию. Пожирая души смертных, этот монстр начал плодить многочисленную армию таких же, как и он сам, вампиров. Те, кто пытался сопротивляться, жестоко жалели о своей дерзости. Действуя на сознание с помощью магии, демон подчинял себе жертву. Глупец. Лишь в самом конце своей жизни он понял, что главный враг на пути к победе – старший бог. И только повергнув его, можно было спасти Носгод и обрести вожделенную свободу. Каин из Legacy of Cain отвоевал седьмую позицию хит-листа «Кровососов» цифровой вселенной. Фраза «Шершеляфам» недаром стала крылатой. Мужчины во многих бедах привыкли винить женщину. Причиной того, что румынский граф Дракула стал кровожадным вампиром, тоже стала дама. Но девушка, которую он безумно любил, не ответила ему взаимностью. Смысл жизни исчез. Граф, будучи прежде всего истинным христианином, утратил веру в Бога. Обида на окружающий мир и жажда мести заставили его заключить сделку с самим сатаной. Дракула получил бессмертие, но за это был превращен в вампира, одержимого идеей уничтожения всего человечества. Граф превратился в настоящего зверя. Жажда крови подавляла все остальные желания. Удовольствие, получаемое от ощущения тепла человеческой плоти на своих клыках, было ни с чем не сравнимо. С каждой новой жертвой аппетит чудовища только возрастал. И неизвестно, к чему могло бы привести распространение вампирской заразы, если бы не профессор Ван Хельсинг. Граф Дракула из Дракула Ориджин взобрался на шестую строчку хит-парада самых кровожадных вампиров виртуального мира. Испокон веков, когда ночь сменяла день, на улице небольшого портового города выходили порождения тьмы. Этой нежити нужно было только одно – люди. Человеческая кровь и плоть были их конечной целью. Жизнь мрачного портового городка была буквально парализована злобными деяниями этих выродков. Стоило человеку случайно оказаться на улице после заката солнца, как он подвергался смертельному риску. К счастью, на страже рода человеческого в течение тысяч лет стоял клан избран. Но даже эти отважные воины не обладали абсолютной защитой от страшных клыков и древней магии, которые владели отпрыски Носфераду. Так погиб смельчак по имени Иван, противостоявший этим тварям в одиночку. Сильные и ловкие дети тьмы из вампиров Ночь возмездия. Пятые среди самых кровожадных вампиров виртуального мира. Средние века были периодом настоящего расцвета нечистой силы. Иначе как объяснить такое количество чудовищных созданий на зловещих болотах и в темных лесах в окрестностях большого города в Изи? Доблестный охотник на ведьм Геральт буквально не знал ни минуты покоя среди всего этого жуткого отродия. Среди всех остальных своей необычностью и опасностью поражала Бруха. Бруха заходилась в припадки жуткого танца и начинала издавать леденящие кровь в звуке, чем-то напоминавшие песни. Обманчивая и коварная Бруха из Завича сегодня занимает четвертую позицию среди самых кровожадных виртуальных вампиров. Тройку самых кровожадных упырей вы узнаете после рекламы. Вы убедитесь, что не стоит стоять на пути разъяренного вампира-полукровки. Откройте для себя, что маскарад – это не только красочный бал. И, наконец, познакомитесь с тем, кого можно называть королем среди вампиров. Оставайтесь с нами. В виртуальном мире, чтобы остаться в живых, нужно всегда быть на чеху. Отвлеченное внимание зачастую чревато самыми ужасными последствиями. Вас могут раздавить, расстрелять, разорвать в клочья, отравить или превратить в чудовище, одержимое жаждой крови. В эфире тройка самых кровожадных вампиров по ту сторону экрана. В 30-е годы 20-го века мир, казалось, оправился от тягот Первой мировой войны. Но под покровом внешнего спокойствия творились невероятно жуткие вещи. По всему миру активизировалась нечисть всех родов и мастей. И разнообразные вампиры вели свою скрытую, кровавую войну. Жертвами, как и всегда, становились обычные люди. Среди действующих лиц этого отвратительного противостояния особенно выделялась одна девушка. Ржеволосая красавица Рейн с зелеными глазами, длинными клыками и немыслимой грубыми манерами не преследовала глобальных идей. Она охотилась за своим отцом, вампиром, изнасиловавшим ее мать. Этому мерзкому существу она была обязана появлением на свет в качестве упыря полукровки. Этот факт был для нее в равной степени позором и преимуществом. Взяв от вампиров огромную физическую силу и ловкость, Рейн не унаследовала их слабости и спокойно могла переносить солнечный свет. Однако, без людской крови она обходиться не могла. Горя местью за судьбу матери и собственное происхождение, она дикой фурией носилась по миру в поисках своего родителя и жестоко истребляла всех, кто вставал на ее пути. Яростная и непримиримая кровавая Рейн из Блад Рейн захватила третью строчку нашего сегодняшнего хит-парада. Современное общество благодаря науке практически избавилось от страха перед всевозможными загадочными явлениями и объектами. Но даже у наших современников встали бы дыбом волосы, узная не о том, что многочисленные вампиры наводнили западное побережье США. Безумцы из клана Молковиан, бойцы Бруха, бродяги Гангрел, вампирская знать из Вентру, Носферату с изуродованными лицами. Такие разные, но такие единые в одном. Каждый из них испытывал непреодолимую страсть в человеческой плоти и крови. Эта страсть превратилась в настоящую черную метку для людей и настоящим кровавым парадом для монстров. Они убивали, они мучили, они приносили страдания. Остановить этот ад было невозможно, ведь кроме самих жертв никто не замечал ужасных деяний. Каждый из душегубов соблюдал правила маскарада. Ни в коем случае нельзя питаться и показывать свои сверхъестественные способности перед смертными. Вампиры всех мастей из вампайр The Masquerade Bloodlines всей толпой вгрызлись во вторую строчку нашего кровожадного табеля о рангах. Кто же из виртуальных вампиров оказался самым кровожадным? Через чьи клыки прошло наибольшее число жертв? Кто стал чемпионом по количеству выпитой крови? Об этом мы узнаем сразу после того, как вспомним всех представителей кровососущей братьей. Открывает десятку кровожадный вамп из серии Metal Gear Solid. напичканный нано-машинами и потому практически бессмертный. Заразившиеся страшной болезнью порфирик гемофилия жители Тамриэля из The Elder Scrolls Oblivion, которые под действием недуга неизменно превращались в чудовищ. Они доковыляли до предпоследней строчки хит-парада вампиров. Средневековый граф Дракула и его многочисленные реинкарнации из Кослвании в борьбе с Бельмонтами восьмое место. Седьмое место разрублено призрачным клинком хранителя колонны баланса и спасителя Носгота Каина из Legacy of Cain. Все тот же граф Дракула, но теперь противостоящий профессору Ван Хельсингу в Дракула Ориджин расположился на шестой позиции. Дорогу к пятой строчке силой проложили мощные и атлетически сложенные Дети тьмы из Вампиры Ночь Возмездия. Четвертой сегодня стала представительница редкого рода вампиров, живущих в воде. Коварная Бруха из The Witcher. Грубо растолкав соперников, на третью строчку заскочила рыжеволосая красавица с зелеными глазами. Полукровка вампир Рейн из Blood Rain. На второй строчке числятся сразу несколько кланов из Vampire The Masquerade Bloodlines, строго чтящие правила маскарада. А теперь перед вами предстанет настоящее чудовище, обладатель первого места нашего хит-парада самых опасных вампиров виртуальности. Каждый год миллионы людей пропадали без следа. И лишь недавно стало известно причина исчезновений. Существа, именуемые ночными странниками, жестоко расправлялись с невинными жертвами, дабы утолить жажду крови. Эти внешне неотличающиеся от людей твари обладали повышенной физической силой и выносливостью. Не дай бог человеку встретиться ночью один на один с этим чудовищем. Ночные странники жестоко расправлялись с несчастными. Их наглость стала настоящим вызовом всему человечеству. Кровь, насилие, жестокость, ненависть. Все это стало визитной карточкой монстров. Что-то нужно было делать с творимыми бесчинствами. Ведь само существование человеческой расы было поставлено под сомнение. Ответом на творимые бесчинства стало создание специального подразделения для борьбы с нелюдями Американское информационное бюро. Вышедшие из тьмы ночные странники из вампайр-рейн по достоинству возглавляют десятку самых кровожадных вампиров виртуальной вселенной. Вы познакомились с десяткой самых кровожадных вампиров игрового мира. Надеемся, вам стало понятно, что даже ночью нельзя терять бдительность. Ведь никто не застрахован от визита гостя с клыками. Перед сном обязательно проверьте плотно ли вы закрыли дверь. А лучше не ложитесь спать вовсе, иначе ненароком почувствуете их клыки на своей шее. Если вы не утонули в море, выпитое этими упырями крови, то в следующей программе вас будет ждать десятка самых страшных инопланетян виртуальной вселенной.